Портативный гейминг или мобильный? Когда-то давно эти два, схожих жанра, стремительно развивались. Но, как я считаю, их время подошло к концу. И сегодня я бы хотел сравнить два замечательных устройства. Это PlayStation Vita и смартфон. Это видео будет поделено на две части. Изначально я хотел сравнить Vita с топовым смартфоном 2011 года и выяснить, что было лучше в то время. Но затем я решил добавить сюда еще одно устройство, о котором мы поговорим чуть позже. Начнем, пожалуй, с топового устройства 2011 года. iPhone 4s. Вообще, с данным смартфоном я знаком очень давно. Я видел, как он работал на девятом iOS. Когда это была еще актуальная прошивка. И знаете, я охуел. Дело в том, что сейчас, в 2020 году, совершенно невозможно этим устройством пользоваться. И дело совершенно не в каких-то ебанутых лагах. Вовсе нет. Дело в том, что некоторые игры, а в моем случае все, которые я скачивал из App Store на iPhone 4s, не запускаются. При этом пару лет назад я своими, блять, глазами видел, как они работают. И работали они вменяемо. Следовательно, Apple убила свое старое устройство. И это очень печально. Вы только что видели загрузку Modern Combat. И в конце прекраснейший вылет. Но и это еще не все. Также я решил скачать NFS. И я просто охуел. Все. И как, блять, дальше делать это сравнение? Думаю, что всем понятно, что сейчас, в 2020 году, топовое устройство 2011 года сосет. Быть может, если бы у меня был iOS 6, то результат был бы иным. Однако я в этом сомневаюсь. Так как для запуска многих игр нужен явно не iOS 6. Однако заканчивать на такой грустной ноте мне не хотелось. Все же iPhone 4s легенда. И осталось, кстати, различные старые геймплеи игр, снятые на iPhone 4s. Да, по-другому это видео сделать было невозможно. И сейчас посмотрим на этот же самый Modern Combat, который мне не удалось запустить. И знаете, играть ее достаточно стабильно. Лагов и прочего я не наблюдаю. Однако хочу отдельно выделить диагональ данного смартфона. Все же в 2020 году диагональ в 3,5 дюйма. И поэтому играть на Vita будет более комфортно, нежели чем на iPhone 4s. Однако с чем сравнивать этот самый Modern Combat? Абсолютно любой шутер на Vita разорвет нахуй эту игру. Если сравнить с Killzone, то я думаю, что мои комментарии здесь будут лишними. Так как Killzone не то, что наголо выше Modern Combat, а на целый небоскреб. Спецэффекты, графика, геймплей, сюжет. Все лучше в Killzone. Думаю, что сравнение с 4s можно завершать. Так как этот смартфон в плане мобильного гейминга далеко не самое лучшее устройство. В то время дисплей был крайне мал. И глядя сегодня на iPhone 4s, в этом легко убедиться. И вообще думаю, что сравнение с 4s мало кому интересно. В начале видео я говорил про еще одно устройство. Так вот, это iPhone 6s. Дело в том, что эти два устройства стоят примерно одинаково. Я купил свою Vita за 6000 рублей. А iPhone 6s мне обошелся в 7к. Несмотря на то, что iPhone 6s в этом году исполнится 5 лет, он до сих пор является актуальным смартфоном на сегодняшний день. Он поддерживает последнюю версию ПО. И это нам говорит о том, что iPhone 6s запускает все, без исключения игры. И вот с ним, я думаю, сравнение будет как раз уместным. В ценовом диапазоне они одинаковы. И плюс, диагональ экрана примерно такая же. 5 дюймов у PS Vita и, собственно, 4.7 у 6s. Очень трудно на самом деле было делать это сравнение. Так как объективно нормальных игр на смартфоны очень и очень мало. Действительно, что годная. Лично для меня так это порты с ПК-версии. Я могу сказать, что все игры Rockstar Games, портированные на мобильное устройство, являются хитами. И это действительно те игры, которые я рекомендовал бы поиграть абсолютно каждому обладателю смартфона. Но вернемся к сравнению. На смартфоны по факту выходит очень много шлака. Если мы говорим в целом о смартфонах, то в Play Market абсолютно любой разработчик может залить свою игру. И часто так получается, что эти самые игры очень плохого качества. Я не знаю ни одного нормального файтинга на мобильных устройствах. На Авито, безусловно, выходил МК-9. Да, в графическом плане он отличался от старших версий консолей. Но зато там было 60 FPS. Также на Авито было Инжастиш. Но это примерно то же самое, что и МК. Так как разработкой занималась одна студия. Но лично я больше предпочитаю МК. Это полноценные, нормальные, играбельные игры с сюжетом. А чем же нам смогут ответить смартфоны? Вы можете сказать, что и на смартфоны выходили эти же самые игры. И вы будете далеко не правы. Так как Mortal Kombat X на смартфонах, это полнейшее днище. Я играл в эту игру. Даже можно сказать не играл, а тестировал. И знаете что? Говно. Я не признаю игры, в которых нужно тупо водить пальцем по экрану, как имбецил. По факту эта игра ничем не отличается вот от этой. Принцип и смысл один. Просто свайпы по экрану, и будет тебе счастье. Поэтому если разложить сравнение Виты и смартфонов по жанрам игр, то файтинги и шутеры лучше на Вите. Но сравнение на этом не заканчивается. С детьми не будем рассматривать функционал. Так как мы сравниваем смартфоны с портативной консолью. И я думаю, что всем понятно, что главная роль портативной консоли это игры. Поэтому исключительно о играх и удобстве мы будем разговаривать. Но перейдем к следующему жанру. Action Adventures с открытым миром. Вроде бы такой жанр у игр вселенной GTA. Да, на смартфонах просто куча этих клонов. Но и оригинальная GTA там тоже есть. Хотел я значит показать вам нереальный геймплей клона GTA. Это игра Гангстер. Но после записи я обнаружил, что нихуя не видно. И поэтому мы плавно переносимся к записи экрана. В общем, игр в этом жанре на смартфонах очень много. Взять ту же GTA San Andreas. Игра просто космическая. Приятно играть даже спустя столько лет. Также Vice City, GTA 3. В общем, опять же на смартфонах этих игр много. Большинство, конечно же, полнейшее говно. За исключением игр от Rockstar Games. Но да ладно. На Вите, к сожалению, подобных игр нет. И получается, что в этом жанре лучше смартфоны. Также отдельное внимание я хотел бы уделить платформерам. Это просто отличнейшие игры. Которых на PSV огромнейшее количество. Но обо всех играх я, конечно же, говорить не буду. Чтобы видео не получилось очень длинным. А пройдусь по самым, как я считаю, главным играм в этом жанре. И начнем, пожалуй, с Реймона. Игра просто восхитительная. Безумно красивая и интереснейшая. В плане графики данная игра даже в 2020 году смотрится очень неплохо. Играть интересно и самое главное приятно. На Авито выходило аж две части этой замечательной игры. А также на Авито выходило и переиздание с PS2. Рэшиттен Клэнга. Не одна, а сразу три части этой замечательной игры. Я уверен, что в этих играх вы провели бы достаточно много времени. Так как игры по-настоящему интересные. И в них играть не стыдно. И это еще далеко не все игры. На Вите также был и Слай Купер. Это также переиздание с PS2. И еще много классных игр в этом жанре. На смартфоны также выходил и Реймон. Но его качество, конечно же, уступает версии с PSV. Но в целом для смартфонов сойдет. Но опять же, играть на Вите мне понравилось больше. Если поискать еще платформеров на смартфоны. То мы можем найти Лимбо. Однако эта игра выходила также и на Виту. Поэтому нет смысла о ней говорить. Лично для меня в этом жанре лучше Вита. Своим же мнением делитесь в комментариях. Также можете туда написать свой список любимых игр на смартфоны. Или же на Виту. Думаю, что нет смысла сравнивать здесь абсолютно все жанры. Так как это, во-первых, многим может показаться нудным занятием. А во-вторых, по времени это также сильно бьет. Поэтому плавно предлагаю перейти к эмуляции. Если рассмотреть в целом смартфоны, а не только айфоны, на которых нет этой самой эмуляции. То мы можем найти здесь эмулятор PSP. И сразу же хочется поговорить об удобстве. В принципе, играть что на Вите, что на смартфоне одинаково удобно. Но что касается именно эмуляторов, то здесь, конечно же, смартфоны сосут. Так как лично мне в свое время, когда я являлся обладателем андроида, пришлось столкнуться с эмуляцией игр PSP. И я могу сказать, что играть было крайне неудобно. Когда ты бежишь в игре, тебе крайне сложно дотянуться до виртуального шифта. И да, я знаю, что расположение клавиш так же, как и их размер, можно изменить. Однако это совершенно никак мне не помогало в то время. И играть оставалось по-прежнему неудобно. На Вите, конечно же, таких проблем нет. Запустил игру, играешь в свое удовольствие. Поэтому в плане удобства я предпочту Виту. Думаю, что можно переходить к заключению данного видео. Если вам вдруг по каким-то причинам нравится играть в PUBG, Fortnite, Колду Mobile и прочий шлак, то в таком случае вам PS Vita не нужна. А все потому, что этих игр попросту нет на Вите. Но я по этому поводу совершенно не расстраиваюсь. Так как эти игры сложно назвать играми, если говорить прям чересчур мягко. Если вас, как и меня, не интересует PUBG, Fortnite, Колда Mobile, и вы действительно ищете нормальный портативный, быть может, даже мобильный гейминг, то в таком случае PS Vita вам подойдет. Доступная цена и самое главное удобство. Лично я для тебя вынес тот факт, что Vita была намного лучше всех мобильных устройств, которые выходили в то время. Собственно, вы также в этом убедились. Лично я скажу, что при подробном разборе игр по жанрам, мы пришли к тому, что в чем-то было лучше Vita, а в чем-то все же лучше оказались смартфоны. Но лично мне по душе больше PS Vita. Хоть и раньше я много играл на смартфонах, но в основном это были, конечно же, порты. В общем, свое мнение я высказал. Ваше же жду в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу канала ВКонтакте. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok